Дела у человека, у которого ОКР связаны с блоком первым апом, вот так вот. То есть я знаю, что Лока, когда ему выпадает ап, то есть если... Он только на коровке не смог взять блок, но если выпадает, как бы... Всегда надо брать первым навыком блок. Иначе он начинает трясти, руки дрожат, кубы плохо кидаются, вот так вот. Поэтому Лока как бы... Тоже у него такая своеобразная форма ОКР, но мягонькая, мягонькая. Анти-бэт-горилла. Ну, Лока просто верит в то, что игра надежная, в ней есть, как бы, скилл и вот это вот все. Ну, наивные вещи, короче. Ну, Диос, с каким счетом ты обыграешь Ситара? Ты уже определился? Какие хорошие кубы у Лока на старте, прям. Мое почтение. Ого! Это блицер орков с сильной рукой? Ну, я смотрю, конечно, орки знают толк в извращениях. Видимо, это ученик Ногогрыза. Ну, во-первых, Барракуда считается чуть ли не лучшей торпедницей. Ну, во-вторых, Тинзана у меня просто нет. Ну, Барракуда отличная торпеда, не знаю, кто тебе это сказал. Барракуда считается самой универсальной торпедницей. Абсолютно точно. Ну, вообще, никто, блин, не сказал, что я молодец, что полностью лимитбрейкнул Шинана, я расстроился прям. Хотел тут прийти, это... Но она у меня сегодня, как бы, не в основном флоте. То есть, на заточку, которую у Шинана, можно не смотреть, потому что она у меня сидит в третьем флоте, которым я гоняю всякие лоумиры для прокачки прототипов и для открытия... и для этого. Для выбивания нужных корабликов. Я тут уже неделю пытаюсь Акацуки выбить, у меня жопа горит. Я Акацуки не могу выбить уже какое-то запредельное количество времени. Я ее бью, 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 бью. Она все не падает. Я уже, блин, столько раз зачистил вот эту хрень, ни разу так и не выпала. Не знаю, у меня барракуда везде стоит, и даже кое-где золотая, а на топич. Опасный въезд немножко. В смысле, корова подставляется под блок. Корова, а ты вообще бить-то будешь? Нет. Корова не хочет. Окей. Ну вот у меня вчера, я как раз там последний раз закрыл, но выпало, я бахнул. Скоро там еще как раз у меня прокачается очередной уровень прокачки этих. А я, в общем... Я сейчас качаю себе японскую ББшку в прототипах. У меня там хохма получилась. В том плане, что... У меня, значит, я начал наконец-то... Мне выпало же последнее это... У меня... Я очень долго не мог выбить Лаффи. Вот так вот. Очень долго не мог выбить. Я, наконец, выбил Лаффи, ее полностью лимит брейкнуло. У меня... И я получил Аянами. И я сейчас, типа, когда качаю дополнительный флот, Ну, просто покачиваю кораблики там для разных штук. У меня там, значит, Нагата полностью флллимит брейкнутая. Значит, у меня там девочка, которая лекарь. Ну, которая Акаша. И Шинана. А спереди у меня качается Аянами, Немочка, которая Z-23. И как раз таки Лаффи. Так вот. Я ретрофитнул Немку и качнул ей ее скилл. Я ретрофитнул и качнул собственно говоря эту Лаффи. И я сейчас понял, что у меня не хватает заточек, чтобы добить... Я еще... У меня не хватает заточек, у меня нет фиолетовой девочки, чтобы добить эту Аянами. Что-то оказалось, что очень дорого все. Коровка пошла в кои-то веки. Лока очень аккуратно играет. Типа, раздает дэмэдж, не лезет на рожон. Конечно, кое-какие блоки остаются, но в целом ситуация ничего. Ну и Коровка пока не показывает своих лучших качеств. Мне на самом деле не стоя на подколы. Мне очень нравится раскачка Лока. Я такую раскачку люблю. Вот так вот. А я что-то наоборот порадовался. Я вот не знаю, буду ли я завтра стримить игры Джинни, потому что Джинни играет поздно. А вот, например, мне мое время Блицпита прямо в каеф. То есть, два часа дня это прямо очень удобно. выходные. Нет, ну я имею ввиду раскачку без вот всяких там борьбы, гордов, МБ, клавсы первыми апами. Надежный и чистый, как слеза комсомолки блок. Я считаю, блок это сила. Вот так вот. Приятно посмотреть на истинного адепта надежной игры. Ну вот так вот. И это я почти не рофлю. Ну, слушай, Локэш первый сезон играет в Салли, а до этого он играл в Сквиках и как бы команда хорошо прокачанная. И довольно ровно прокачанная, кстати. Клавсы бы только побольше. Я, скажем так, могу допустить, что Локэш может и выйти. Хотя в этот раз сезон Салла конечно не такой вафельный, как прошлый. Привет, Младиб. Ну, сегодня стрим поздно начался и не сказать, что он очень длинный. Хотя, ну слушай, ладно. Я уж получится примерно 4 часа. Нормас. Ну, у меня уже открыто 3 вот этих корабля. Это ладно. Ты видел, что для того, чтобы... Я хочу себе сделать флот немок, а мне для этого нужно 3 прототипа. Это Фридрик Дергроссе, это Один. Хотя ее, конечно, можно и не брать первое время, если у тебя есть Тирпиц. А, нет, вру 4 прототипа. Еще нужно Массхев Руун и Майнс. Это, конечно, просто говно жопа. Так вот. И... При том, что... Ну, ладно, Руун и Фридрик Дергроссе, они там особнячком стоят, а так и Майнс, и... Один находятся в третьей волне прототипов, и как бы там безликие заточки на них идут одинаковые, что неприятно. А проблема в том, что для того, чтобы ты прокачал Фридрик Дергроссе, тебе нужно 3 миллиона 600, там нужно в полтора раза больше радужных заточек, которые выпадают реже, их надо в полтора раза больше. При этом... При этом... Тебе нужно 11 голдовых заточек, и... Тебе нужно 60 тысяч. Вот это прям трешня. Один же не супер классная. Один хорошо, понимаешь, дело в том, что мало немецких кораблей в Мейне. То есть есть известная немецкая фишка, имеется ввиду Вангвард. Вангвард там ровно один, и он имбовый. Это Руун, это Майнс, и это Лейпциг. Как внезапно, но у Лейпцига просто топовые скиллы. Обидно, но это нулевой парень. Так вот, а сзади там всегда железно берется Фридрих Доргросса, это просто мастхэв, бисмарк, и вот третьим корабликом берется либо Один, либо Тирпиц. Но у меня нет, например, Тирпица, и я, наверное, Майнс-то буду первее брать, чем Одина. У меня просто в Мейне там сейчас есть только как же зовут-то девочку-то, ее тоже кидал. Сейчас я найду ее. Граф Зеппелен, вот так вот. Но вот я как-то в ПВП играл против тройки Руун, Лейпциг и Майнс очень неприятно. А я под лолю поймал. Я ее скоро тоже смогу сразу лимит брейкнуть. Вот так вот, на следующей неделе, если докачаю. Приятно. Я порадовался, сейчас же завезли еще новые эти штуки в магазин как называется-то. Локу удивительно мало коровы ездит. Так вот, сейчас завезли очень... Ой, как приятно-то, какая хорошая полушара. МБ сыграла на армор. Да? Да. Так вот, завезли новые предметы для Дорма, я наконец-то впервые за долгое время поднял себе Дорм с 371 до 374. Какая неприятная Добла. Что-то орки как-то не спешат тащить мячик вперед. Спасибо за подбор. Так. Нехорошо получилось, но подожмут его у фланга. дарму просто очень тяжело качать, потому что в какой-то момент... Проблема в том, что ее даже до 400 очень тяжело дотянуть, потому что множество предметов, которые типа дают больше, они уже просят тебя покупать донатные предметы на 4, которые только за кристаллы. То есть у меня выкуплены вообще, у меня уже давно выкуплены все предметы, которые есть в обычном этом. Я теперь только ивентовые предметы на 4 ловлю, и ивентовые предметы там на двушечке, на всяких дополнительных вещах. Слушайте, блок пока контрит орков потихоньку. Не дает им пройти дальше. Я как бы все в целом доволен дармой, а нормально дает. Сейчас открою, могу тебе сказать. Там же еще от левела зависит, сколько он тебе опыта сыпет. Вот у меня 374, 374, оно пишет плюс 78%, вот так вот. То есть, например, у меня сейчас вот этот карри, как еда, которая плюс 5%, у меня выходит 1460 опыта, и это при 6 девочках. Ну, это довольно неплохо, я считаю. Культурненько. сейчас лока придется показать магию врыва. Еще, слушайте, воин с МБ прям карает. Да, там идет подрезка, но там просто меньше дают со временем. да, 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 да. Но я где-то читал, что как бы что-то там вроде больше 400 уже особого смысла нет качать, там вообще практически ничего не дает. 400 вроде как плюс-минус около пиковая вещь, и ее можно собрать без доната. Повезло со скатером прям лока еще прям неточный пас в руки. Смешно. Но будем считать, что лока грязно засейвил мяч. Там есть выбивание, и даже есть подбор, то есть сейчас силовой должен идти пытаться это сделать, а вот этот паренек должен попытаться подобрать и потом отдать пас. А, он не добегает. Тогда нет, а ничего нет. но не геншин импакт, что сказать-то. Не геншин импакт. Правильный блиц, чтобы потом дать еще удар сюда. Эй, а че ты... Ну ладно. Ну, конечно, лока повезло. В том плане, что вылетели именно два черка, с учетом коровы, типа в драке очень тоскливо сейчас будет. Еще и не встал сильнорукий Снуп Дог. По факту, по факту, если сейчас орки не начнут минусовать, лока просто доест. Притом, лока этот матч играл крайне осторожно, не делал ничего отбитосного, и я бы сказал бы, что игра ну, отнеслась к нему очень хорошо в плане, как сказать-то, за хорошую игру позиционную его отблагодарило хорошими кубами, что бывает крайне редко. С пониманием, да, слушай, я удивлен. В смысле, игра не долбит тебя в задницу, ты просто осторожно играешь, и внезапно у орков не залетает никакой шары. Я такое крайне редко вижу. А я не люблю этот матчап, если честно, на этом ТВ. Мне не нравится то, что орки ездят в девятый армор, я бы скорее СМБ в Козлика поехал. Притом, как бы единственную перманентку пока получил игрок, который нулевой, так что все вообще приятно. Я, конечно, вряд ли доживу до того момента, когда вы... Хотя нет, слушай, я не прав. Смотри, ты сейчас поднимешься в сало, в средний, ситар опустится в средний, и вы сможете помериться коровками. я знаю, насколько это была душная шутка. Лока очень аккуратно по этому по периметру встал, ему никуда спешить не надо. У Лока вообще вышел образцово приятный деф. Ну, Орку просто тяжело в меньшинстве играть. Тем более без силовых игроков. Вся надежда только на пробои. А они пока как-то не очень. Притом, Лок сейчас может вообще не пустить его вперед. Но, правда, Орка начала идти. Наконец-то. Но, правда, Лока тут еще так, типа, не тратит аптеки, потому что все эти травмы такое. Слушайте, здесь же выталкивание есть, подождите. Я же правильно понимаю, что здесь есть выталкивание? То есть, смотрите, Лока делает блиц сюда, толкает сюда, и после этого корова толкает так, и потом так выталкивает. Да, есть выталкивание меча. Симпатичное. Интересно, Лока увидел. Наверное, увидел. просто оно хорошо и с, ну, вообще, как бы, по всем параметрам. Ну, ладно. Будем считать, что Лока пожалел орка. Ну, ладно, выпало 2-2, так что, окей. Корова, корова сыграла ничью в камень-ножницы-бумага. Ну, вот так вот. у нее были ножницы. Ну, Аркси все равно стоит в такой позиции, так завязан. Вот это, правда, 1д приятный, который несколько разгружает. То есть, теперь надо дать ассист на воина. Вот этот удар, кстати, что ж ты толкнул-то не туда? Мне кажется, наоборот, надо было толкать иначе, вот этим пареньком давать ассист сюда, здесь бить в 1д и окей. Уарк в любом случае наказан. Я бы немножко иначе сыграл бы, капельку. Там неправильный был толчок, но окей. Орк пытался, по крайней мере. В целом, он направление это убегание выбрал правильное, просто разыграл чуть-чуть ме. Ну и выпало в любом случае там, ой, минус мув, ну ладно. Блок продолжает показывать свою эффективность. Попытка освободить игрока для выталкивания в 2д не получилось. Ну, будет выталкивание в 1д через рожки. Только сначала думаю, удар блицер. Нет, сначала выталкивание все-таки. Ну, держись силовой, там фанаты злые. Ну, скаттер неприятный, но не могу сказать, что орки очень уж легко его реализуют. то есть они могут поднять мячик, они могут сесть на него. Зря поднял, я имею ввиду, что понятно, почему поднимал Бладжиста, но при этом как бы тоска. То есть сейчас будет подбор МБшкой, но при этом Лока может и выбить мячик, и вытолкнуть Бладжиста. И 1-1. Могу только посочувствовать орку, не идет. Привет, Джинни. Джинни, ты же завтра в 22, да, играешь? Склероз меня не подводит. Да, Лока владеет практикой бесконтактного выталкивания с поля. Есть такое. Норчику прямо не везет. То есть он в два ключевых момента кинул 1-1, а в другой кинул 1-2 и все. Коровка наконец пошла на дело и даже кинула хорошую, хороший дайс и даже дала пробой. Ничего себе. Это был жадный блок, раз это был блок нижним, но теперь можно прикрыть типа да, да, у края поля. Ну и можно покачать воины через гол не спеша. По-братски. РРчик. Нет? Нет. Ну ладно. Не поверил в грязь от орка и не поверил в... Это тот Лока с блоками? Ну да, смотри, видишь, все с блоками. Вот, кроме коровы, но на корове блок просто надо еще поймать, понимаешь? Корова как бы это... коровы ловят блоки только у Ситара в основном. Опять 1-1 у орка. Не знаю, что на это сказать, кроме shit happens. Орк коллекционирует вообще. Вообще не будешь рессл брать, но это хороший мужской подход. Заставили коровку через 2 плюс бежать. И лока как бы отбегает, собирается в кучку и как бы говорит эй, вы там орки, собирайтесь и бегите к нам, мы вам вкатаем. Но, судя по всему, орки решили лежать до конца. Ой, лока прям, я смотрю, концептуально играет как сало, выигранный матч, давайте пофалим зеленых. Лока уважает оппонента, сразу видно. А оппонент, в общем, да, как бы безмолвно просит пощады. Ну, да, это похоже на пинание опыта, чтобы опыт встал, а опыт такой берет и не встает, и чё вы вообще. Лока, кстати, надо было завести ещё козла вперёд, потому что если бы он кинул на ГФИ единичку в прошлый ход даблу, то у него не было бы гола, а подстраховочный козёл мог бы забить гол. Ну, ладно, это так. Маленькая придирка, как с моментом, где Лока не увидел выталкивание мяча за поле. Опыт лёг тоскливо у Лока. Это единственный неприятный момент этого матча. Опыт лёг не туда. Но вообще зелёные довольно неплохо трещали, так это по факту. Смешно просто, что обе травмы выдал парень с МБ, а не супербоевая корова с МБ Клавсой. Ну, бывает. с МБ Клавсой. Смешно Смешно с МБ Клавсой.